Здравствуйте! В эфире программа Деньги. Я Алексей Рожин. И сегодня мы поговорим о реставрации объектов культурного наследия и цене этого вопроса. В студии программы Александр Шумилкин, кандидат архитектуры и человек, который профессионально занимается реставрацией Нижнего Новгорода. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Самый первый вопрос. Сколько стоит реставрация самого простого домика, условно говоря двухэтажного, с деревянным верхом и каменным низом? Во сколько это выйдет полная реставрация от и до? Вы знаете, сразу о цене сказать, наверное, не будет очень легко. Нужно будет идти от сравнения это с объектами не реставрации, не с объектами культурного наследия, а с обычным гражданским фондом. Цена будет примерно аналогичная, то есть если ввести общий расчет. Возможно будет увеличение относительно обычных проектных работ процентов на 10-15, не больше. То есть я правильно понимаю, что нам сначала нужно разобраться со статьями. Правильно. Давайте тогда статья. Вот смотрите, основные работы, отличные от современных объектов гражданского проектирования, состоят в научных исследованиях. Вся реставрация складывается из трех крупных блоков. Первое это предварительные работы, сбор исходно-разрешительной документации, всех данных, сведений, технических параметров здания, которые есть на данный момент времени. Цена этого раздела примерно 50 тысяч рублей. Срок его исполнения где-то до недели. Недели, ну может быть полторы недели. Следующий, самый основной и самый большой блок, это блок научных исследований. Научные исследования, в свою очередь, состоят из трех разделов. Исторические исследования собирают все данные о периодах строительства, об особенностях строительства данного здания, об архитекторе, об изменениях в истории, перепланировках, добавлениях, расширениях, изменениях архитектурных стилей, особенностей. Это помогает при реставрации объекта культурного наследия. Следующие архитектурные исследования состоят в архитектурных обмерах для фиксации существующего положения здания, его геометрии, изменений геометрии, его архитектурных деталях, деталях фасада, деталях интерьера, сложных конструктивных элементах, изучения фундамента, изучения перекрытий. Это все зафиксируется на чертежах и составляет основу для также разработки эскизного проекта. И третий блок – это блок инженерных исследований. Инженерные исследования преследуют цель выявления современного технического состояния объекта культурного наследия с целью его сохранения и поддержания его в достойном состоянии. Сколько этот блок стоит? Блок научных исследований самый большой. Цена его где-то от 200 тысяч рублей идет. Там есть стандартные цифры, которые не меняются. Срок его исполнения в среднем занимает полтора месяца. И третий блок. Он состоит из раздела проектирования, который в свою очередь делится еще на два раздела. Это эскизное проектирование и рабочая документация. После этих трех разделов предварительных научных исследований и стадий проект идут как минимум одна экспертиза. Идет историко-культурная экспертиза, которая отслеживает правильность принятых решений сохранения объекта культурного наследия. Если я правильно понимаю, тогда получается, что существует некий коэффициент, на котором можно помножить стоимость ремонта ветхого фонда, капитального ремонта, и получится примерная стоимость реставрационных работ. Каков это коэффициент? В среднем все коэффициенты, которые переводят стоимость современных строителей, современных ремонтных работ к реставрационным, это 1,2. То есть на 20% стоимость в среднем повышается. Практика показывает, что обычно цена даже меньше. Достаточно ли в Нижнем Новгороде специалистов высокого профиля, которые готовы выполнять реставрационные работы над самыми сложными объектами? Та же самая усадьба Рукавишниковых, Нижегородский областной суд. Вы знаете как, конечно, специалистов всегда не хватает. Специалист – это такой человек, который каждый сам по себе уникален, как объект наследия, и, конечно, хочется, чтобы их было больше. Но практика показывает, что количество специалистов Нижегородской области, Нижнего Новгорода качественно больше, чем в других смежных и тем более дальних областях Российской Федерации. То есть в целом можно сказать, что у нас в области достаточное количество специалистов в области сохранения объектов культурного наследия. А где-то, может быть, ощущается нехватка в какой-то конкретном лепнине, в резьбе, не знаю, в чем еще, в фасадах, может быть, колеровщики какие-то, может быть, кого-то не хватает или тех, кто занимается фресками, например? Безусловно, в них нехватка всегда чувствуется, и обычно здесь организации просто ищут возможности совместной работы между собой, коллегиальной работы. Ассоциации реставраторов Нижнего Новгорода в том числе преследуют и эту цель, то есть совместный обмен опытом, обмен знаниями. Наша организация состоит в ассоциации. Если не хватает информации, не хватает какого-то мнения, стороннего мнения, сторонней оценки, то мы все между собой общаемся, разбираем эти вопросы и на круглых столах, и на общих собраниях, и с специалистами производственных специальностей. Также идет обмен, то есть если каких-то людей не хватает, просто организации между собой на какое-то время делегируют себе часть специалистов. Получается, что опять мы возвращаемся к тому тезису, что не нужно бояться брать, реконструировать и реставрировать объекты культурного наследия. Тогда вернусь еще к одному вопросу. Какая нужна государственная поддержка, и нужна ли она вообще? Безусловно, бояться реставрации не надо. Цена в среднем происходит абсолютно та же самая, что и с объектами современного строительства. Конечно, капитальные ремонты ветхого фонда часто обходятся дешевле, чем реставрация, но все-таки ремонт это несколько меньший профиль работы, чем реставрация. Одно дело просто фасад покрасить, другое дело восстановить на нем лепной декор, который сам по себе стоит определенных денег. Поэтому с реставрацией нужно работать, это нужно развивать, нужно понимать, что мы не только себе делаем объект наследия, но мы сохраняем культуру страны, культуру России в нашем непосредственной ситуации. Здесь нужна получается некая государственная поддержка. И про государственную поддержку, я вот к ней издалека и веду. Европейский опыт в данном случае нам говорит о чем? О том, что идет уменьшение налогового бремени, уменьшение налогообложения людей для тех, кто живет или арендует объекты, для пользователей, собственников объекта культурного наследия. Если, допустим, у человека бизнес, который проходит на территории объекта культуры наследия, то даже обременение по бизнесу, также налоговое бремя снижается. Идут разовые субсидии на поддержание, на какие-то реставрационные работы. И постоянное плановое снижение налоговых ставок по обложению налоговым бизнесом и по арендным платам за аренду помещений. У нас в России сейчас такая практика начинает применяться. То есть у нас идут разовые субсидии на реставрацию отдельных элементов объектов культурного наследия, допустим, фасадов, кровли, фундаментов. Идут разовые субсидии на крупную реставрацию. Мы с вами знаем здание арсенала, здание властного суда, особняк Марково, дом Бугрово. Ряд объектов у нас в области такие моменты получают. Но системного уменьшения финансового времени, налогового времени сейчас не наблюдается. И, конечно, человек, который владеет объектом культурного наследия, сравнивает свое суммарное обременение с учетом реставрации с людьми, которые просто владеют современным объектом наследия, он, конечно, ощущает на себе разницу. И сколько нужно денег в год на поддержание состояния такого дома? И на какие статьи нужно, опять же, будет расходовать деньги? Самые стандартные финансы, которые требуют поддержания здания, это инженерные сети, это отопление, это вентиляция, это то, что мы с вами в квартирах смотрим, постоянно проверяем, чтобы нигде ничего не подкапывало, чтобы отмостки находились в хорошем состоянии, то есть кровля. Вот кровля, отмостка и инженерные сети – это то, что требует постоянного внимания, и то, что если человек там пользователь, он хозяин, он ходит, смотрит за своим объектом, он на автомате делает. Ну, навскидку, сколько это будет стоить? В год во сколько это обойдется? В какую сумму? Я думаю, что просто осмотр и поддержание обойдутся в небольшие деньги, то есть где-то в районе 400 тысяч рублей. Александр, спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. В студии «Столица Нижней» в программе «Деньги» был Александр Шумилкин, кандидат архитектуры и человек, который профессионально занимается реконструкцией исторического облика Нижнего Новгорода. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова